В Гайдпарке, опять-таки, на страницах Владимира Соловьева опубликовано интервью у Анатолия Собчака за 10 дней до его смерти. То есть совсем-совсем накануне, 10 февраля 2000 года. Десять лет прошло с того времени. Ну, мне из этого интервью бросился один фрагмент. Бросился один фрагмент в глаза. Ну, во-первых, здесь кто-то упрекнул Соловьева. Зачем он упоминает Собчака вообще? Он не достой напоминания, потому что он, дескать, переименовал город от хорошего названия, дал ему плохое название. Зачтем это интересное выступление. Собчаку было свойственно некоторое чванство, что выразилось в том, что он переименовал Ленинград именно в Санкт-Петербург, как будто это немецкий, а не русский город. И в конечном итоге это чванство разлилось по всей стране в изобильном исполнении его дочери, который патронирует, разумеется, многому обязанный Собчаку человек. Ну, якобы Путин. Так вот, вся эта лавина пошлости, которая сейчас вызывает устойчивый рвотный рефлекс у всех в стране, кто слышит имя Собчак, все это слишком дорогая цена за всю непритязательную деятельность этого человека. Ни в коем случае не должны никак страдать люди и развращаться дети по причине того, что кто-то там кому-то сердечно обязан, а ведь длится это уже сколько лет. Ну, по этому поводу я написал эссе, Собчак вернул городу имя Санкт-Петербург, которое связано с Пушкиным, Гоголем и Достоевским, и даже Плехановым, и стало быть со всей русской культурой. Ну, и убрал имя Ленинград, которое связано с именем неудавшегося чиновника, ученика марксиста Плеханова, то есть с Лениным, которого он называл авантюристом, обвинял бы на партизме, который террористическим захватом власти приведет к гражданской войне. Ну, и как мы знаем, так оно и сбылось, что, к сожалению, скомпрометировало светлую идею социалистического строительства, к которой все же придется вернуться в волю, насмотревшись на теперешний бонапартистский капитализм, навязанный сверху коммунистической верхушкой. С одной стороны, уставший врать, что строит социализм, а с другой стороны, желающий иметь результат власти не тайно, забором, в виде черной икры и автомобилей, а явно и отдыхая при этом открыто, ах, на теплых островах в своих резиденциях. Но социализм уже сам по себе начинал приобретать человеческие черты и оставалось рукой подать до его реализации. И все-таки к этому придется вернуться, но под руководством скорее мудрого Полиханова, чем авантюрного Ленина и ленинцев, которые быстро забыли о социализме. Как-то странно, начал я с спортсменов, а нечаянно перешел на Собчака. Ну, как-то так вот получилось, извиняюсь. И еще одно эссе я написал по этому поводу, что вот упоминается здесь в интервью, что и Старовойтова убили, и Собчак умер. Я написал по этому поводу, что было только два человека, которые говорили, что видели, и их не стало. Это самый интересный фрагмент. Против Собчака копали с цели уничтожить. Да, фрагмент зачитаем из интервью. Но так случилось, что женщина-прокурор, которая надзирала за этим делом, в первые два года его существования теперь работает в одной коллегии адвокатов со мной, там, где я президент. А когда-то она училась у меня, говорит Собчак, и она мне говорит, Анатолий Александрович, ко мне приходили каждый день руководители следственной группы и просили дать ордер на ваш арест. А когда я спрашивала, где доказательства, на каких основаниях, они говорили, и это большой секрет. То есть государственная тайна. Вот поэтому, по-моему, написал эссе, да было только два человека, которые говорили, что видели, и их не стало. Это самый интересный фрагмент. Против Собчака копали с целью уничтожить, не нашли, но он скоро сам умер. Не слишком ли удачное совпадение? Копали, копали, не нашли, но вот он раз и сам умер. Почему копали? Он мешал поперек горла, стоял своими речами. Так, как говорил, не в бровь, а в глаз. Так же и Старовойтова. Это были два мощнейших оратора. Но они только мешались. И какое неудачное сечение обстоятельств, что ее тоже подстрелил какой-то неизвестный. Но известно, что тот час в доме стали выступать активно против жанра ораторского и закрыли телевизионные показы. Впрочем, уже больше нечего было показывать. Был только два человека, которые говорили, что видели. И их не стало. Ну хорошо. А насчет спортсменов, это уже мы в другом эссе. Еще раз коснемся этой темы. Продолжение следует...